здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша те кто в этом сомневается могут зайти на наш youtube канал и сами в этом убедиться ее ведущий эдуард брумер сегодня мы беседуем с политологом с журналистом международным обозревателем и экспертом по средней азии аркадий дубновым аркадий юрьевич добрый вечер добрый вечер эдуард аркадий юрьевич огромное вам спасибо за то что в это позднее время там скорее всего вас уже ночь вы согласились на с нами побеседовать потому что вопросов много а вы человек очень интересны аркадий юрьевич на фоне слухов о болезни владимира путина выступает его пресс-секретарь и говорит о том что обращение к федеральному собранию и встреча с судьями конституционного суда переносится на следующий год и вообще с судьями может быть даже онлайн какая-то конференция а можно ли сказать что это будем так говорить это всего лишь слухи или это в каждом слухе есть доля правды можно ли так сказать ну послушайте чак хотя он лучше меня вообще-то на три года да но тем не менее 68 лет поэтому предположить что 68 лет человек должен быть абсолютно здоров никто из нас не решится правда ну да а но тем не менее есть люди постарше которые баллотируются и побеждают на президентских выборах да вы понимаете о коме города лезть люди которые подворачивают себе ногу у них там какие-то трещины на ноге в щиколотке да ну живые люди ну что же но может быть наш вождь тоже немножко не сильно здоров зато выясняется что вот у него появилась еще возможно третья дочь которую мы не знали это все говорит о том что живой человек вот так я бы ответил на ваш вопрос а к дирич а есть такой термин сталинизм да есть ленинизм если мы говорим допустим о но нету допустим терминах хрущевизм если мы говорим о хрущевизм мы говорим о тепель если мы говорим о брежневе застой если мы говорим о горбачёве это перестройка ну и ельцин это будем так быть лихие 90 а войдет ли в историю в исторические аналы термин путинизм как бы вы оценили этот термин тремя словами вот как бы обосновать этот термин и войдет ли это в исторические аналоги и политические аналоги ну слушайте человек который возглавляет такую огромную страну как россия в течение уже 20 лет уже 21 год фактически да а не может не остаться в истории как как деятель вложившие весьма серьезные кирпичи в основании постсоветской так сказать структуры этой стороны путинизм до будут это называть путинизмом но я бы не стал настаивать на этом достаточно тривиальном определении у путинизма очень много было этапов впрочем так же как и у сталинизм на сталинизм мы знаем как очень жестокий период который привел к уничтожение целого класса людей к уничтожение миллионов и миллионов людей искореженного так сказать сознанием внедрение рабской психологии то есть ее укоренение да еще начинаем не стой поры как она была укоренена еще при в царской перескажем да путинизм это время когда к власти пришел как бы человек который воплотил некий рессентимент я бы сказал ностальгию целого даже не поколения целый как бы целого слоя поколений а мифическом счастливом прошлом этой огромной стороны да и вот это воспоминание а имперском советском прошлом где всем было одинаково доступна колбаса и было ровное будущее обеспечено минимально так сказать да в минимальных люфтовых как бы границах да а вот это вот эта попытка вернуть людей опрокинуть их в то время когда они были спокойны гордились страной не повиновались вождю когда у них была идеология очень серьезная даже страшная да вернуть во время когда идеологии нет вот это время которым руководствуется путин и пытается как бы обязать новые поколения верить в то что счастливое будущее у россии уже было прошлом да ну очень долго можно про это говорить но в общем этот человек этот человек прошлого и он обещает россии прошлое а все что он обещает в будущем это опять жуткое напряжение сил подтягивание штанов на затягиваниях на последнюю дырку потому что нужно постоянно готовится дать отпор супостатам всяким да лязгают лязгают бронь на границах на западных пытаются отчекрыжить отчекрыжить опять наши наши грани наши территории отнять у нас наши завоевания и тому подобное вот я не буду долго про это говорить мы говорим для слушателей которые выходцы из советского союза на русском языке поэтому если они хотят услышать что они сделали правильный выбор свое время уехав из советского союза не буду не буду подтверждать их правоту каждый делает сам по себе но к сожалению все меньше и меньше и меньше становятся людей которые способны верить в будущее если им будет руководить нынешний вождь или как бы люди из его окружения хотя оттепель неизбежно опять оттепель неизбежно это даже случится даже если придет к власти человек наследующий путину в его так сказать ментальном как бы характере да я бы так сказал а есть если посмотреть на современное российское общество есть что-то в ментальном плане одинаковое с советским обществом конечно конечно это вера в какую-то миссию особенную миссию россии и и так сказать его особенное предназначение спасти мир вот час вышла статья несколько дней назад такой известный российский советский еще политолог сергей караганов который написал что как бы россия сейчас не помню как он там вырывался но чем характер такой россия это делатель носитель мира в принципе мира миру да и в этом ее как бы сущность предназначение миссия обязательность и наша наша задача говорит караганов верить в это и делать все чтобы это мир принял уважал и как бы в каких-то смыслах даже может быть смирился хотя слова смирился он не употребляет вот это вот это это кстати интеллектуальная дурь извините она очень характерна для очень умных людей мы с караганова в общем дружеских отношениях я ему написал тут в ответ на его статью мне специально прислал я сказал сергей санныч скажу вам честно вы нарываетесь да ну он мне ответил как бы чек со здоровым чувством юмора с не менее здоровым чувством цинизма сказал сумму я много раз в жизни нарывался но кое-какие вещи мне удалось изменить то есть вот есть люди которые верят или делают вид что они верят в предназначение россии делают все чтобы люди принимающие решения действовали в духе их идеологиям этих как бы этих политологов не знаю ответил ли я на ваш вопрос да да а а к девич вот я в советском союзе прожил будем так быть недолго до 21 год но в принципе я помню очень хорошо события в советском союзе и я помню что если советский союз может быть будем так говорить боялись но относились с уважением то есть было вот такое как бы равное партнерство можно ли сказать на сегодняшний день что с россией есть такое же равное партнерство как с европой так и с америкой в том плане если к россии со стороны америки и европы уважение к россии как будем так быть как сопернику может быть вы знаете ребята знаете довольно многофакторный вопрос очень непростой ну стараюсь быть честным я ведь тоже я прожил в советском союзе как бы сколько там 40 лет больше 40 мне было больше 40 когда он распался да в общем родился в первой половине прошлого века как я так сказать шучу с девушками иногда да вот я вам точно скажу что да не к советскому союзу относились в те годы с уважением с пиететом со страхом и это было обосновано потому что были два колосса мировых которые делили мир между собой соревновались в своих как бы в своем праве делить этот мир было идеологии это очень важно было идеология у этого блока восточного которую он навязывал и которые следовали начиная от кубы и там заканчивая какой-нибудь анголы либо либо северной кореи и не мой нельзя сказать что все добровольно что все насильственно так сказать все принимали эту диалоги были успехи в космосе и тому подобное да был карибский кризис и это была равная сила хотя в общем это наш наш народ то в общем прозябал в бедности и но он гордился гагарином и тем что мы кузькину мать чуть не показали так сеть америке время карибского кризиса что сегодня произошло здесь произошло конечно обвальное обвальное падение так сказать этого паритета причин много в первое главное советский союз начиная с 70-х годов надорвал свои силы в попытке сравняться с соединенными штатами в этом соревновании да это я можно сказать это началось наверное уже после 69 года после полета американцев на луну и стало ясно что нам уже этот подвиг не повторить дальше уже были афганистан и вот войска чехословакии много чего да и и и падение цен на нефть но не буду вам рассказывать все это знаете но это закончилось как бы как утверждают большинство аналитиков падением советского союза и про поражением холодной войне советского союза всего колосс оказался как говорят его недруги а может быть даже и в общем люди симпатизирующий оказался на глиняных ногах просел и уважение к нему сменилось ну в общем нет им неким так сказать не знаю умилением суда страстным так сказать торжеством и и тому подобное да вот 90-е годы а здесь очень наверное многие на западе сделали ошибку я согласен с тем что ошибка это было в том что недооценена была как бы ментальность народу проживающего на территории российской советской империи и очень быстро стряхнув себя вот это так сказать пораженчество которое приписывается вождям или там 90-х годов россии пришедшие на смену я имею ввиду путинская так сказать власть она эксплуатировала очень очень способным образом как бы так сказать да это это фрустрацию и вот в седьмом году выступая в мюнхене путин в общем я присутствовал тогда в мюнхене на этой конференции я видел потрясение людей то есть элит западных когда он говорил эти слова да я сам был в общем некоторым образом так сказать смущен настолько жестко это было выступление когда он указал запада что в общем мы как бы так сказать вы нас достали условно говоря в этом была доля правды я теперь готов признать не будучи так сказать будучи противником путинского режима я готов признать правоту его подхода а это была ошибка запада которая очень небрежно отнеслась вот к этому провалу этой страны нужно наверное было с большим с большим пониманием относиться к процессам которые здесь происходили сегодня вот происходит вот эта попытка восстановить этот паритет но он очень жалкий эта попытка ноги конечно очень жалко очень я бы сказал очень брено вот тут недавно выступал один так сказать такой политолог не буду называть его имени ну из путинского окружения который скажешь в общем все нормально идет вот сейчас события показывает что мы добились главной цели мы снова добились звания главного соперника соединенных штатов соперника номер один то есть понимаете да вот вот все к чему стремится так с этим уязвленное уязвленное это самолюбие российского элитария это стать попытаться стать врагом номер один соединенных штатов снова еще недавно казалось что это китай а теперь мы снова будем главным врагом это достижение аркадий юрьевич а четвертый месяц в родной для меня беларуси происходит абсолютно трагические события не буду вдаваться в подробности наши радиослушатели все это знают меня вот такой вопрос интересует а в принципе россия в лице владимира путина видели в первые дни после выборов что происходит как вы думаете почему владимир путин поддержал александра лукашенко хотя надо признать что между ними не очень простые отношения даже личные и перед выборами александр лукашенко делал довольно такие серьезные нелецеприятные заявления в отношении путина почему ведь в принципе если бы путин поддержал оппозицию и народ белорусский он бы даже может быть стал бы как бы национальным героем и говорится изближение беларуси на мой взгляд с россией может быть было бы быстрее как вы думаете да позже я задам вам по еврейский вопрос пожалуйста вопросом на вопрос сколько сколько давно вы уехали из этой стороны а в девяносто первом году понятно то есть вот одновременно с распадом союза да ну тогда мне в общем отвечать на территорический вопрос долго ведь не нужно вы в общем наблюдали распад союза вместе так сказать совсем потрясенным миром уже оттуда вы понимаете что этот распад первое время не мог сопровождаться по отношению к странам отколовшимся или тех которые откололи от метрополии в москве в общем с некоторым так сказать сочувствием и состраданием из москвы со стороны ельцинской так сказать власти да а потому что она в общем может быть волен с нолес понимал свою ответственность и на первых в первые буквально несколько лет а даже отвечала на просьбу положительных хотя сама была очень тяжелом положении россии власть я просто знаю лично я просто три года назад выпустил книгу как распался советский почему распался ссср было интервью с лидерами республик национальных на момент распада девяносто первом году да очень на мой взгляд много подчеркнул я хотя наблюдая сам лично за этим так вот даже тогда а уж при путине тем более вы можете вспомнить хоть один случай чтобы москва была на стороне оппозиции в какой-либо из страны снг и выступала против действующие на на данный момент власти я надеюсь не вспомните ничего не да 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 я согласен с вами да ну да так а почему беларусь я должна быть исключением лукашенко это плоть от плоти и так сказать советский человек тот человек по которому скучают ментальности которого пытается на который пытается которую пытается эксплуатировать путин конечно всякая другая попытка и всякая другая сила которая пытается противостоять этому советскому человеку лазах путина это антисоветские люди он так это и в общем и позиционирует да поэтому как он может поддержать представить себя как он может поддержать оппозиции она же вся прозападная ее же все она же кормится печеньками газ депа либо так сказать помощью сороса это же у нас просто клише такое так сказать дежурная понимаете как азбуки веди да все когда говорят там соросята сейчас такой довольно мерзко звучащий в русской как бы так сказать стилистике термин соросят этого сейчас люди которые пришли к власти в армении скажем да во главе с николом пашиняном да как вы как как можете представить как я могу вам ответить на вопрос почему путин не помог той оппозиции да потому что а вдруг они все гуртон уведут белоруссию в нато и тогда нато танки нато будут стоять у ворот смоленска моей родины можно сказать родина моих предков ну как же так можно не 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 позвольте дар мне не позволю собственно вот на это скажу известная история я александр лукашенко да то есть абсолютно не рукопожателем сейчас в мире и так условно говорю безусловно конечно как долго этот человек может удерживать власть на ваш взгляд я не я не говорю что там годы или он может удержаться у власти или все-таки россии было бы выгоднее его каким-то образом убрать и поставить своего человека который был бы более как говорится контролируем ну извините дарт я вам сейчас отвечу на это опять но это тоже риторический вопрос конечно было бы москве удобнее но где взять такого человека сейчас как его вбросить были такие аккуратненькие не признаваемые нигде в москве и никем попытки такого человека подготовить тем легитимным образом которым сам лукашенко делал вид что готов так сказать состязаться с другими оппонентами имя этого человека виктор бабарико один из банкиров глава белгаз белгазпром банка который в общем так или иначе не мог не рассматриваться как полностью человек так сказать свободные от отношений с москвой он сдавлял дочку газпромовского банка да но в общем это технология не сработала он его прятал лукашенко и до сих пор он сидит значит в тюрьме сделать насильственное так сказать вбрасывание десантирование белоруссию своего человека нельзя потому что это и так все сразу поймут и тогда и тогда весь запад будет на стороне лукашенко а белоруссия вокруг него объединиться потому что все поймут что вот москва проявил свою агрессивную имперскую сущность она захотела сделать из борося очередную так сказать союзную республику или область да и мы не дадим схлопнуть москве нашу значит белорусскую страну да поэтому этот процесс затянулся на месяц я должен сказать что я еще так вышло что я где-то сразу после выборов в общем дал прогноз там некоторым людям у которых были авуары всякие финансовые интересы белоруси меня спросили сколь долго будет ли еще неделю-две продержится ли лукашенко это было после первых так сказать погромов которые он истязаний которые он устроил после выборов белорусом первой декаде августа 9 12 я сказал что к сожалению не найдитесь как минимум он еще будет держаться несколько месяцев а то и доживет дошли до нового года вот мой прогноз оказывается пока верным мы просто не понимаем я в том числе конечно мы не понимаем механизмы которыми так сказать руководствуется белорусская правящая элита она запугана самим талантливым пропагандистом и провокатором тем александр игорь чем который убедил ее что если она поддастся и перейдет на сторону врага то и и так сказать повесит на всех не хватит столбов чтобы повесить так сказать всех этих деятелей за то что они служили лукашенко поэтому стоит придется до конца спина к спине отстреливаясь и видимо таким образом воспитаны его нукер и его силовики до принципиальность мирного протеста она пока видите вот не сводится к тому чтобы выносить лукашенко уйти и здесь москва конечно очень тонко играет на этом да она не дает шансов белорусам надеется что в нужный момент москва как бы откажется от него это случится так или иначе но случится когда какой-то черный лебедь прилетит вот что-то такое там надорвется в логической цепочке и тогда все повалится да но когда это случится я не знаю акадий юрьевич мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся к нашей беседе спасибо большое мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго ведущий эдуард брумер сегодня мы беседуем с российским политологом журналистом международным обозревателем экспертом по центральной азии аркадием дубном аркадий юрьевич да еще раз добрый день добрый вечер да у нас у нас еще день а у вас уже скорее всего ночь скорее всего да аркадий юрьевич а вот в мире как бы было все более-менее спокойно я не говорю а там о каких-то локальных очень маленьких событиях которые всегда присутствует и вдруг как гром среди ясного неба события в нагорном карабахе на ваш взгляд для вас вот это было как гром среди ясного неба или к этому все шло ну слушайте если я скажу что я мог предсказать события именно такого масштаба то это было бы так сверху как бы самодовольство нет конечно это для меня это не то чтобы был не было громом да но это было очень серьезным конечно потрясением потому что мне да и сейчас мне не казалось что вообще возможно война в двадцать первом веке двадцатом году двадцать первого века за территории причем настоящая война без применения так сказать ядерного оружия слава богу кондициональными так сказать вооружениями да но эта война очень жестокая погибли тысячи людей я думаю что в общей сложности не меньше десяти тысяч с обеих сторон несмотря на слава путина что там погибло четыре тысячи это но неважно так что я могу сказать одно что для меня было удивительно что эту войну удалось вести так долго полтора месяца я мои прогнозы сводились первые дни к тому что это будет две-три недели а правда в первый же день назвал это войной не конфликтом и тогда прав вот ну вот вы я вам отвечаю что нельзя было предполагать что это уж совсем неожиданно просто для армян может значительных части первую очередь для руководства конечно это было неприятным сюрпризом и отчасти повторяю в этом была причина такого сокрушительного поражения армян можно ли сказать что армения а проиграла в этой войне и лично ответственность несет а премьер-министр никола пашинян вы знаете что им скажу сейчас спасибо личная ответственность не может не нести руководитель страны это очевидно совершенно это просто как вам сказать тривиальность но вопрос том как он несет эту ответственность сейчас много споров относительно того должен ли он уйти в отставку или не должен я тоже в первые же дни на эти вопросы отвечал так демократической стране разумеется лидер принимающий на себя всю ответственность за поражение конечно стоит перед вопросом и наверное должен уходить в отставку но способом демократическим да либо он заявляет об отставке уходит и тогда согласно демократическим процедурам власть переходит так сказать оппозиции либо через парламент либо через там институт вице-президентства либо как-то еще но согласно в общем конституционным процедурам в армении так не получилось и здесь наверное пашинян пошел по другому пути понимаешь что те кто требует его отставки на самом деле ничего предложить не могут у них нету рецепта выхода из этого кризиса переиграть войну уже нельзя вернуть потерянные земли карабаха которые перешли азербайджаны нельзя переиграть подписанное тройственное заявление начиная 10 ноября нельзя что может тогда предложить оппозиция я отвечаю на этот вопрос в общем власть ради власти получит эта оппозиция поэтому в общем наверное пашинян должен уйти но он должен это обстоит так чтобы не как бы не рухнула вся как бы демократическая матрица устройства армении которая в общем начала формироваться после его прихода к власти восемнадцатом году с улицы то есть он пришел с улицы да я имею под при поддержке улицы да сегодня два варианта либо улица его снова должна сместить но нет этой улицы вы понимаете нет такого массива у него достаточно большая поддержка осталось несмотря на громкие протесты оппозиции либо он должен уйти при настоятельном требовании парламента или где против него должно должно выступить большинство но нет опять этого большинства у него подавляющее большинство его партии в парламенте да есть некоторые люди которые ушли от него но тем не менее она большинство сохраняется поэтому вот такая такая так сказать загогулина получается вот сейчас да и еще один очень важный параметр это отношение россии россия сегодня как бы доминант ситуации на южном кавказе от не очень много зависит поддерживает она пашиняна значит он скорее всего стоит 4 числа стоит всего визит москву сейчас он готовится и от результат своего визита в москву достаточно много зависит будущее расстановки сил в армении и все-таки аркадеевич а вопрос который действительно важно проиграла ли армения азербайджану в этой войне или нельзя так утверждать подождите но я сама начала скажу что она проиграла хорошо так не могу да здесь так сказать толкование иначе понимать можно рассуждать что он проиграл гораздо больше или гораздо меньше это это можно обсуждать нужно сейчас про это говорить по думаю уже достаточно много про это сказано акадеевич вот на мой сугубо личный взгляд армянская диаспора как в америке так и в россии не очень поддержала армению я говорю на мой личный взгляд как вы на это смотрит может быть я ошибаюсь может я чего-то не видел я вам скажу так много много это вопрос такой очень количественный я не знаю как вела себя армянская диаспора в соединенных штатах как бы самые три больших диаспора в мире у армян до франция россия и америка я не отвечаю за армян в америке но в общем видимо все-таки активность была значительно да я правда не знаю добровольцев армян из америки которые готовы были ехать и воевать за карабах не знаю не знаю и во франции таких случаях может отдельные случаи были но знаю что из россии армяне эти отряды но может не очень значительные не они вряд ли сыграли бы так сказать значение большое но они формировались и выезжали так сказать да на поле финансовая помощь была ли значительная настолько чтобы она была заметна и сыграла свою роль в поддержке стороны диаспоры американская не знаю как бы закупить достаточное количество радиоэлектронные средства защиты против беспилотников азербайджанских или турецких видимо не сумели да и потом это вряд ли уже успели бы эти деньги помочь потому что нужно было готовить специалистов людей а война шла очень скоротечно и так далее поэтому говорить о том что армянская диаспора могла бы сделать больше ну да можно говорить все что угодно но могла бы но воевать ведь как бы приходится армии подготовлены это же в общем извините не испания времен республиканской испании который боролась против франка когда фенгрии с одной стороны из америки а сталинские так сказать наркомы с другой стороны до воевали когда испанцев республиканцев там было может ровно столько сколько не добровольцев со всего мира понимаете в армении так не вышло и вообще мне кажется я вам скажу вот что мир настолько так сказал циничный крутится вокруг своих проблем сегодня особенно во время пандемии что эта война мне кажется очень мало кого сильно затронуло я вот здесь вот могу ошибаться но думаю что так особенно в первой неделе и здесь турция с азербайджаном очень грамотно использовали это несчастные для армян конъюнктурами акадеевич вот по поводу азербайджана президента азербайджана эльхам алиф такой немногословный вроде бы человек сын знаменитого гейдара алиева во время этого конфликта был очень даже многословен и в какой-то степени оскорбителен по отношению а к лидеру армении николу пашинянам что собой представляет эльхам алиф на ваш взгляд как политик и как человек ну у меня нет права судить его как бы как чек и знающий его лично я с ним встречался лишь однажды когда он уже был президентом в баку но это не была личная встреча это была встреча в составе так сказать целой группы так сказать экспертов политолога журналистов из москвы она и было это давно довольно это было лет десять назад ну я вам скажу конечно не очень политкорректно я его считаю таким мажорным сыночком своего действительно выдающегося отца гейдара алиева я просто помню и наблюдал снаружи конечно как выстраивалась карьера как вынуждал гейдар алиев своего альхама вернуться в азербайджан заниматься делом они так сказать замечательным образом жизни в москве до заставил его стать вице-президентом нефтяной компании азербайджанской саккар учил его пониманию интереса видимо азербайджана управлению но в общем-то я много раз бывал в баку и и слышал но невероятное количество в общем пренебрежительных отзывах азербайджанцев об этом человеке да но что делать но блец но блец облиц положение обвязывается и сын вынужден был занять место отца забегая вперед скажу что я уверен что гейдар не позволил бы развязать себе вот такую войну будучи так сказать в положении ведомого в этом тюркском альянсе под под ведомым так сказать руководством великого халифа эрдогана а вот ну собственно вот то как вы говорите он стал многословным действительно необычайным стал многословным чуть ли не каждый день он давал интервью на одном и том же месте в баку в своем дворце я не считал ее никогда умным человеком но вот тут вот один бывший соратник первого президента армении ли вантер петросян который сейчас живет в соединенных штатах не помню в каком университете он занимает кафедру изучающий кавказ вот он буквально сегодня прочел это по моему где-то на биби си он совпадает со мной в первых оценках эльхам алиевы что он не очень умный человек в конце пришел к выводу что это очень умный человек ну видимо ему нужно было общаться с ним чаще чтобы прийти к этому выводу у меня такой возможности не было да мои претензии к эльхаму я очень коротко не буду долго об этом говорить они в общем совпадают с тем что вы упомянули этот человек будучи лидером большой страны извините вот опять же эту форму повторяю начале 21 века позволил себе воспитывать свою паству свой народ в духе невероятного шовинизма и ксенофобии по отношению к армянам к армянству мне отвечают на это а что армяне разве лучше я отвечаю да армяне сами по себе может быть частных разговоров быту хорошо не отзывается об азербайджанцев но никогда ни один из лидеров государственных вообще ни один из элитариев не позволял себе такой ненависти такой грубости такого я бы сказал безусловного я бы сказал у унизительного тона по отношению к соседнему народу как позволял себе это делать эльхам история знаменитая когда он когда он вернул страну офицер азербайджанского который будапеште в двенадцатом году в пятом году зарубил ночью топором спящего армянского офицера получил за это пожизненное заключение но в двенадцатом году его удалось вернуть в азербайджан там в обмен на некоторые льготы которые венгрия предоставила который азербайджан предоставил венгрии не важно он сделал ее национальным героем когда он вернулся это офицера звали сафаров он его дал ему майором назвал его величайшим национальным героем наградил орденами и так далее и так далее да почему потому что так должен был делать каждый азербайджанин убивая армия армянина это было на самом высоком государственном уровне сказано понимаете я я не до сих пор не понимаю как в принципе государственный лидер я повторяю в первой четверти двадцать первого века может позволить себе так позиционировать себя он никогда за это не извинялся никогда аркадий юрьевич вот такой вопрос интересный значит израиль предложил армении там гуманитарную помощь да но вместе с тем николай пашинян очень в резкой форме ответил президенту израиля рувейну ривлину и как бы на этом все сошлось у меня вопрос такой довольно интересный почему у армении с израилем такие непростые отношения я поясню постоянно армения в организации он всегда голосует против израиля в любых резолюциях против израиля в то время как азербайджан а иногда хоть воздерживается а вот армения учитывая практически народы которые ну исторически страдали вот такие вот отношения с израилем как вы думаете почему ну это известная история не в общем но я опять повторю так сеть типа азбуки виде здесь очень много геополитики который обязывает армению а очень аккуратно выбирать свою политику в отношении израиля потому что это может тут же привести к обострению отношений армении с ираном иран сегодня для армении вообще всегда вы знаете ведь в персии очень много всегда выжил армян и до сих пор очень огромная армянская община и сегодня иран является стороной которая деблокирует армению окруженный со всех сторон так сказать вражескими государствами да и армения и иран является как бы ну граница с армяно-иранской является граница которая позволяет в общем некоторым образом связывать армению с внешним миром армения же не соседствует не граничит с россией это вы знаете да да грузия которая граничит с арменией занимает про азербайджанскую позицию достаточно сказать что например по полетам российских грузовых значит самолетах которые должны были доставлять вооружение в армению грузия запретила пролет на своем в своем воздушном пространстве иран разрешил поэтому любое но об отношениях ирана и израиля я вам рассказывать не могу но это да да поэтому у армении всегда вот этот очень непростой выбор хочешь жить что называется крутись для него для армении израиль в общем далеко а иран близко и этим же мне и всему миру объясняет израиль а вот эту свою политику поставок вооружение азербайджану никто в принципе не может возразить это нормально деньги есть деньги да азербайджан платит у него много денег израиль продает но лично я был очень конечно уязвлен этим как общем еврей который для которой израиль является очень важным важным важной страной и очень близкой родной у меня дочь там учится да но я в общем публично заявил что для меня является постыдно такая политика израиль не просто продающего ладно оружие а продающего поставляющего оружие воюющего этот момент страну азербайджан именно в этот момент понимаете россии тоже поставляла на россии союзник военно-политический это я могу понять она поставляла армении вот ну вот собственно я не знаю объяснил я или нет даже очень это интересно акадею речь а можно ли сказать что тур влияние турции на этот регион на этот регион и в частности на азербайджан стала тотальным ну слушай тотального не может быть термина здесь ну может какой-то другой термин вы подберете я бы сказал так влияние турции стала гораздо более значимым нежели раньше турция заявила о своем на своей так сказать о своем праве определять правила игры на южном кавказе так же как она сегодня во многом определяет правила игры значит в сирии у своих границ южных в ливии где есть это как бы интерес или одна обозначил свои интересы а совсем недавно она очень довольно резко обозначил свои интересы уже и скажем на шельфе средиземного моря в районе кипра где там обозначились какие-то значит нефтеносные поля да а турция последовательно набирает я бы сказал наращивать мускулы претендуя на восстановление в каком-то смысле влияние времен османской империи если вы помните во время войны даже во время вот этой 44 дневной войны между азербайджаном армении и армянами скажем так выступил эрдоган и напомнил что иерусалим когда ты подлежал османской империи вообще чуть ли он сегодня как бы является патронирующим над иерусалимом да это в общем слова которые фактически ничего не значит но идеологически значит достаточно много вот сегодня сегодня к самое главное это то насколько способна москва отбрасывать турцию от попыток так сказать влезть на ее поляну на южном кавказе да вот эта борьба за за так сказать отталкивание турок от попытки стать наравне с миротворческими силами россии в карабахе пока идет с переменным успехом пока на стороне россии и в принципе у нее есть для этого гораздо больше конечно основания на турки не сдаются эрдоган это парень с которым и путину видимо сражаться нелегко они просто друг друга стоит в этом смысле да такие пацаны которые очень очень хорошо понимает психология друг друга аркадий юрьевич у нас осталось буквально пару секунд и очень короткий вопрос турция является членом нато стоит ли россии опасаться баз нато в азербайджане нет аркадий юрьевич аркадий юрьевич огромное вам спасибо за эту беседу я вам желаю здоровья и бодрости в это непростое время и до следующих встреч большое вам спасибо за эту беседу всего самого лучшего всего доброго всего хорошего м 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 Субтитры подогнал «Симон»